Продолжение следует... То есть без использования фазоуказателя, например, какого-нибудь устройства для проверки очередования фаз того же WAF и тому подобное. А именно, только используя внутренний интерфейс непосредственно счетчика. Вопрос был именно по счетчику Меркурий. Но в данном видео я рассмотрю два варианта, потому что они существенно отличаются. Меркурий 230, трехфазный, трифазы 380. И подключенный через трансформатор тока. То есть вот у нас испытательная переходная коробка KIP. Вот подключение счетчика. Вот сам непосредственно счетчик. Кстати, о схемах подключения коробок KIP. Два варианта схем есть. Я подробно рассказывал в отдельных своих видео. Так что переходите, кому интересно, и смотрите. Но сейчас не об этом. Мне в принципе понятно, почему человека, задавшего данный вопрос, заинтересовал счетчик именно Меркурий. Потому что здесь есть своя такая очень интересная особенность. Итак, вот у нас цепи напряжения. 50, 12, 14. Здесь соответственно подключены цепи напряжения ABC. Вот они здесь у нас отмаркированы. А1, B1, C1. На дисплее получше. Есть такие надписи. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Это нам говорит о том, что у нас имеются все наши фазные напряжения. ABC. Но здесь счетчик этими надписями не контролирует само чередование фаз. Для него без разницы, что подключено на фазу 1. Например, подключена это фаза А, или подключена фаза Б, или фаза С. То есть он здесь никак не будет реагировать, мигать, моргать. Если что-то будет здесь, допустим, перепутано. Как обычно у нас выполнено на других счетчиках. К ним я вернусь чуть позже и покажу. Здесь немножко по-другому. То есть здесь на фазу 1 мы можем подключить абсолютно любую фазу. То есть как только появилось какое-либо напряжение любой из трех фаз на клемме 10, то загорится надпись фаза 1. Появилось напряжение на клемме 12, любой из фаз, загорится надпись фаза 2. И так далее, соответственно, с фазой 3. Если что-то здесь мы перепутаем сейчас. Б1 сюда подключим, а сюда подключим на вторую клемму. То у нас здесь, на основном меню, по этим надписям ничего не изменится. Как они горели все три надписи, так и будут гореть. Хотя по факту мы, по сути, перепутали чередование фаз. Но не так все плохо. Потому что этот момент с чередованием фаз у счетчиков Меркурий вынесен в отдельное меню. Поэтому, чтобы посмотреть именно чередование фаз, у данного счетчика необходимо зайти в меню. Вот у нас основное меню, где показаны тарифы Т1, Т2, общий там. Нам надо нажать вот эту кнопку более 3 секунд. Нажать и удержать. Раз, два, три. Ушли в другое меню. Опять нажимаем. Раз, два, три. Ушли в ваты. Вот видно здесь вот у нас уже. Еще раз нажимаем. Раз, два, три. Еще раз нажимаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, ушли в меню, где показана индикация напряжений. То есть, вот фаза 1. Опять-таки, у нас здесь показывает, что напряжение на ней 230 вольт. Ну, фазное напряжение. Коротким нажатием на эту же кнопку мы посмотрим напряжение на фазе В 231 вольт. И на фазе С 230 вольт. Вот оно у нас сейчас крутится. Нажимаем еще раз. И переходим в меню углов. Так вот, смотрите. Сейчас у нас отображается надпись фаза 1, фаза 2. То есть, как бы фаза А и фаза В. Но мы не знаем, что подключено на фазе А и фазе В. Просто знаем, что между клеммой 10 и 12. Как бы А, В. У нас угол составляет 119,61. Ну, 120 градусов. Между углом, между фазой 1, 3 А, С 238 градусов. И между фазой 2, 3, то есть В, С 120 градусов. В данном случае, в принципе, уже видно, что чередование фаз здесь соблюдено. Сейчас я принудительно сменю чередование фаз. Поменяю местами фазу А и В. Посмотрим, как у нас изменятся здесь углы. И как у нас будут здесь отображаться наши три надписи. В основном меню. Сделал разрыв по фазе А и В на нашей коробке КИП. И сейчас поменяю местами их. Вот фазу В я уже подключил на десятую клемму, где фаза А. И смотрите, что у нас здесь получается. Счетчик у нас не ругается. То есть просто есть надпись фаза 1, что она есть. А то, что там подключена уже другая фаза, здесь мы в этом меню не увидим. Так, фазу В я как бы еще не подключил. Ну, по факту это фаза А. Поэтому надпись фаза 2, она у нас сейчас просто моргает. И вот видите, у нас также горят, как и в первом случае, как и с прямым чередованием фаз, также горят все три надписи. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Хотя, по факту, уже у нас здесь выполнено обратное чередование фаз. То есть В, А, С. По факту, было А, В, С, стало В, А, С. Теперь зайдем посмотрим наши углы. Сейчас пролистаю. Косинус, частота. Так, это вольты. Так, и следующее меню. Вот, смотрите, что у нас получилось. Фаза 1, 2. Фаза 1, 2. Между ними угол стал 240 градусов. То есть, до этого был между 1, 2, 120 градусов. Сейчас у нас стал 240. Идем дальше. Между фазой 1 и фазой 3 угол стал 120 градусов. Хотя был 240 градусов. И фаза 2, 3 угол стал у нас 240 градусов. Хотя между 2 и 3 угол у нас составлял 120 градусов. То есть, это нам говорит о том, что у нас при данном подключении обратное чередование фаз. И у данного счетчика, чтобы это проверить без каких-либо дополнительных приборов, приходится заходить в соответствующее меню. В меню основного дисплея просто отображаются у нас фаза 1, фаза 2, фаза 3. Все, я вернул обратно. В прямое чередование фаз А, В, С. Ну и, соответственно, вот наши углы. Фаза 1, 2. 120. Фаза 1, 3. 240. И фаза 2, 3. 120. Вот еще добавлю, когда у нас мигала фаза 2, это говорит нам об либо отсутствии полностью этой фазы, нету на ней напряжения, либо снижение напряжения в этой фазе ниже 10% от номинала. Ну вот у нас счетчик PSC4TM05MK09 в данном случае. Это у нас счетчик 100-вольтовый через трансформаторы тока. Вот у нас отображение фаз, то есть пиктограммы 1, 2, 3. Символизируют нам о том, что имеется напряжение на всех фазах. Так как ничего у нас здесь не мигает, то это нам говорит о том, что цепи напряжения подключены с прямым следованием фаз. Если же мы здесь на клеймнике поменяем сейчас любые две фазы между собой, ну например так же А с Б, то есть мы сымитируем как бы обратное чередование фаз, то здесь не заходя никуда дальше в меню счетчика, без каких-либо приборов мы это здесь сразу и увидим. То есть вот эти пиктограммы 1, 2, 3 будут все три мигать. Также я одну фазу уже отключил А и видите здесь уже единичка у нас мигает. Что говорит, что либо отсутствует напряжение в этой фазе полностью, либо оно ниже заданных пределов для данного счетчика. Вот поменял местами фазу А, Б, то есть сейчас у нас чередование Б, А, С обратное. И как видите цифры 1, 2, 3 у нас мигают с определенной периодичностью. А также на дисплее, то есть не заходя опять же никуда в меню, не проваливаясь в меню, также на дисплее отобразилась ошибка Е51, что также символизирует по расшифровке нарушен порядок чередования фаз. В принципе у нас в основном весь парк счетчиков, это составляют счетчики PSC4TM, 05M, 05MK, различных модификаций 0.0, 0.01, 0.9, 16 и так далее. Счетчиков Меркурий у нас в принципе не так много. Старые индукционные счетчики мы убираем и стараемся устанавливать уже более современные PSC-шки. Ну вот, все вернул обратно. 1, 2, 3, прямое чередование фаз. Согласитесь сами, что у нижегородских счетчиков PSC4TM, да и у сетов 3TM, эта реализация выполнена гораздо удобнее. Не нужно никуда заходить в меню, удерживать кнопки, ходить, переключаться. Тут все наглядно видно. Сразу все три фазы, сразу все отображается. Но в остальном здесь также, вот температура 18 градусов, мощность, вольты первой фазы, межфазы, нагрузка, косинус по фазам, частота. В принципе все аналогично. И да, в заключение добавлю, что не забывайте, что у прямого следования фаз существует 3 варианта. А, B, C. Вот как у нас подключен данный счетчик. То есть А, B, C. Дальше есть вариант B, C, A. И C, A, B. То есть это все 3 варианта прямого следования фаз. У обратного чередования фаз также имеется 3 варианта. Это C, B, A, A, C, B и B, A, C. Вот как раз я, когда менял фазу А и B между собой, у меня из варианта А, B, C получился вариант обратный B, A, C. В связи с этим нужно отдавать себе отчет в том, что мы, зная чередование фаз, допустим, прямое это чередование фаз или обратное это чередование фаз, мы не определяем, где именно у нас находится фаза А, B или C. Мы просто определяем только последовательность фаз. Прямое либо обратное. То есть, по сути, направление вращающегося поля. Поэтому, если мы вдруг решим запараллелить, вот у нас есть две секции. Первая секция 400 В и вторая секция 400 В. Это у нас межсекционный выключатель, автоматический выключатель автомат на 1600 А в А55-43. Вот видите, там вот слева приходит первая секция. Это очень так вот неудобно, все в разных плоскостях, но тем не менее, вон оно уходит вниз, автоматический выключатель приходит на него. И вот сверху ходит уже вправо. Это вторая секция 400 В. Так вот, представляете, мы как-то делали пусконаладку на одной из подстанций, и там местные электрики, то есть для включения параллельной работы двух секций, как в данном случае, они проводили не фазировку, фаз, а измеряли чередование фаз со стороны каждой секции. А здесь элементарно, просто элементарно допустить очень грубую ошибку. Здесь мы, допустим, со стороны второй секции меряем А, Б, С. Тут по факту А, Б, С и есть, да, вот так вот, как цветовая маркировка обозначена. Все, мы, допустим, включаем фазоуказатель, он у нас показывает прямое чередование фаз. Все хорошо, на первой секции прямое чередование фаз. Подключаем фазоуказатель на шины со стороны первой секции, и он нам тоже показывает прямое чередование фаз. Но не факт, что здесь вариант будет такой же, как был со стороны второй секции, то есть, что здесь будет тоже А, Б, С. И предположим, где-то совершили ошибку, неправильно подключили, неправильно посмотрели маркировку и завели допустим C, A, B. Наш фазоуказатель также показал прямое чередование фаз и мы такие довольны, что у нас фазировка как бы совпала. Отходим, закрываем дверь и включаем наш автомат. И что в итоге получаем? Фаза A у нас коротыш с фазой C, фаза B у нас коротыш с фазой A и фаза C у нас коротыш с фазой B. Что может привести к очень печальным последствиям. Поэтому чередование фаз мы используем при подключении реле контроля фаз, различных приборов учета и так далее и тому подобное. Если же мы хотим включить две секции в параллельную работу, то здесь нам чередование фаз никак не поможет. Здесь необходимо производить фазировку. Ну в данном случае это у нас 0,4. Мы здесь можем испытанным двухполюсным указателем просто убедиться, что фаза A, это у нас по полюсу соотносится к фазе A, B, B, C, C. Ну об этом я сейчас рассказывать не буду. У меня есть на канале два сюжета о фазировке. Один сюжет был очень интересный, где у нас фазировка не совпала. А почему не совпало, переходите по ссылочке и смотрите тот видеосюжет. Там очень интересная была ситуация. И также у меня есть второй видеосюжет про фазировку в сети 10 кВ. А это еще более интереснее, еще более опаснее ее проводить на вакуумном выключателе с помощью специальных таких указателей высокого напряжения для фазировки. Об этом тоже есть отдельный видеосюжет, переходите. Но здесь я обязан был сказать об этой особенности, потому что сам лично сталкивался и не раз, что люди путают. И могут вот такие ситуации сами себе на свою голову создать аварийные. В общем, вот получился такой небольшой сюжет о контроле чередования фаз в разных типах счетчиков. Меркурий и PSC4TM. Всем, кому видео понравилось, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Также не забывайте про мой инстаграм, наш дружелюбный чат в телеграме. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрики. До новых встреч!